Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в нашей традиционной рубрике разговоры по пятницам Casual Fridays гость Майкл Юданин, преподаватель Свободного университета, Бриво университет, доктор философии и менеджер биотехнологической компании. Здравствуйте, Майкл! Здравствуйте, очень приятно, рад тут быть. Да, рада вас видеть. И мой первый вопрос. Ваш курс в Свободном университете посвящен вине, вина и ответственность, так он у вас называется. И ваши студенты это, можно сказать, изгнанники, политические эмигранты, русские, российские студенты, которые вынуждены были покинуть Россию. Я права? Там есть разные студенты. Там есть изгнанники, политические эмигранты, которые вынуждены покинуть Россию. Там есть эмигранты, которые ехали раньше, до вторжения в Украину. Там есть люди, находящиеся своего рода внутренней эмиграцией, физической внутренней эмиграцией, то есть уехавшие из больших городов какие-то деревни. Там есть люди, которые сегодня учатся в российских вузах, там есть украинцы, есть украинские беженцы, там очень разнообразный состав. Понятно. Вот что касается темы вашего курса, у меня вот такое впечатление вообще о вине и ответственности в русском обществе. В принципе, я не знаю, насколько это вообще развита рефлексия на эти темы в российском обществе. Мы знаем прекрасно из литературы, из истории XIX века, что самые основные вопросы русские были, что делать и кто виноват. Ну, то есть, если мы возьмем, например, западное общество, то там, особенно если мы, например, будем говорить о католичестве, то там основное, по-моему, понятие, это понятие вины. Понятие греха, да. Понятие греха, значит, меа кульпа, меа кульпа, меа магна кульпа. В этом, ну, у меня есть забавная история вот по поводу этой вины католической. Два года назад у нас гостила сестра мужа на Рождество. Они такие номинальные, то есть она номинальная католичка. Этот католицизм у нее выражается в том, что один раз в год на Рождество, то есть у нас как бы герой фильма, значит, один раз перед Новым годом должен был ходить в баню, а она, значит, один раз в год должна ходить на мессу рождественскую. И мне пришлось с ней вместе пойти на эту рождественскую мессу. И в первых строках проповеди священник сказал, что мы все каждый день распинаем Христа нашими грехами. И, значит, моя сестра мужа такая сказала, говори за себя. А я почувствовала, да. А у меня вот было такое чувство восхищения искреннего, что вот, ну надо же. То есть я вот вообще абсолютно не христиан. Не то, что не католичка, но даже вообще не христианка. И вот он сумел внушить это чувство вины вдруг этому человеку, который пришел на праздничную мессу. И как бы ни сном, ни духом. Ну, я просто, конечно, утрирую. У меня этого не было, просто это было забавно. Вот, в данном, да, в этом контексте, как бы, если мы говорим про российское общество, вот, мне кажется, что большая проблема в российском обществе, да, это, как бы, признание вины и признание ответственности. Что вы можете сказать вот на эту? Ну, во-первых, реагируя на этого священника, на самом деле чувство вины периодически используется как средство манипуляции, не только в области религии. Например, в области маркетинга периодически нам пытаются что-то продать посредством чувства вины. Все купили, а ты нет. У всех детей это есть, у твоего ребенка этого нет. Все бегут, ты не бежишь. Все худеют, ты не худеешь и так далее. То есть, вина – это очень сильное эмоциональное чувство, которое, конечно, не только у католиков воспитывается. Задача моего курса, безусловно, никому ничего не внушать. Философский курс, который пытается кому-то что-то внушать, это уже не философский курс. Задача курса, конечно, в том, чтобы задать важные вопросы и сделать жизнь людей сложнее. Я не скрою, что меня лично, не только как философа, но и как человека, заинтересовала эта тема. Я интересовался этой темой раньше, но по-настоящему она меня заинтересовала после 24 февраля. Не только из-за этого барварского вторжения, неожиданного по своему масштабу, пожалуй. То есть, я понимаю, что были какие-то сообщения, все этого ждали, но сам масштаб. Фраза «Киев бомбили», которая нам всем известна из другой войны. Масштаб человеческого горя буквально в первые часы. Это, безусловно, было шоком. Философия, для каждого философа попытка осмыслить мир и может как-то его изменить. Я стал об этом думать в философских категориях. И одна из первых вещей, которые я открыл для себя, лично для себя, не как предваритель курса, как Михаил Юданин, действительно заключалась в том, что отношение к вине в российском обществе и шире тех, кто когда-то жил в России, связан с российским обществом, общается с людьми в России. Отношение к вине представляется совершенно иным, нежели чем в больших сегментах людей в других знакомых мне обществах. Вот эти вот два знаменитых русских вопроса «Кто виноват и что делать?» Герцен Александр Иванович, первый русский диссидент, на мой взгляд, 11, наиболее выдающихся представителей России за всю ее историю, к сожалению, недооценен, особенно в наше время. Он был одним из тех, кто задавал эти вопросы, по крайней мере, первый из них, потом пришел Чернышевский. Это вопросы о вине и ответственности. Кто виноват, понятно. Что делать, это вопрос об ответственности. Если вина смотрит назад, что я совершил дурного, по дурного, согласно критериям моих собственных принципов, и ответственность – это вопрос о том, что же с этим делать. На мой взгляд, ответственности вина серьезно отличаются друг от друга. И если парадигма вины – это, может быть, концепция вины, скорее, это концепция греха, которая стара, как мир, концепция ответственности – это концепция взрослости. Взять на себя ответственность, сделать что-то по этому поводу. Ответственность периодически не связана с виной, она может быть связана с тем, что у меня есть возможность что-то сделать, а ситуация такова, что это моя ответственность. Знаменитая история «Ребенка на пороге». Человек открывает дверь, там лежит голый младенец, на улице холодно. Это становится моей ответственностью, хотя я в этом абсолютно не виноват. Но если мы вернемся к вопросу вины, действительно, в американском обществе, например, в течение последних, ну, как минимум, 10 лет, на мой взгляд, происходит серьезная работа проработки исторической вины. Историческая вина – это не моя вина лично как человека. Я, понятно, не продавал рабов, не изгонял индейцев, не дискриминировал. Я живу в Калифорнии, и один из ярких элементов истории Калифорнии – это дискриминация китайцев, которые сюда приезжали, чтобы работать. Были совершенно отвратительные вещи в этом направлении. Я лично этого всего не делал, у меня тогда не было на свете. Однако, как часть американского общества сегодня, я являюсь бенефициантом того, что было до меня. Тот банк, в котором у меня лежат деньги, это банк, который был создан работорговцами, а точнее теми, кто финансировал работорговлю много сотен лет назад, но я стою как бы на их плечах. Поэтому, когда мы говорим об исторической вине, мы говорим о персональной ответственности, что-то по этому поводу сделать. Что-то сделать, например, по поводу того, чтобы каким-то образом мы попытались компенсировать хотя бы часть исторического варварства. Когда же я смотрю на мою замечательную родину Россию, на мой родной Новосибирск, я зачастую вижу в людях две стратегии как бы касательно исторической вины. Первая – это стратегия полного отрицания. Историческая вина – миф. Никакой исторической вины не бывает на теоретическом уровне. На практическом уровне, не далее, как неделю назад, в Фейсбуке под постом о колонизации Сибири, которая была во многом очень похожа на колонизацию Латинской Америки и Испании с выдающимся уровнем жестокости, с кровавыми войнами, с изгнанием разных сибирских народов и прочее, а потом со стиранием наследия этих народов. Например, мало кто знает, что чукчи в течение ста лет воевали против русских колонизаторов и достаточно успешно. Мы никогда не отвечали, это и прочее. Первое – это отрицание, ничего не было. И вот я вижу под постом комментарий, да в Сибири же были только белки и медведи. Мы живем в 2023 году. Информация о колонизации Сибири, может быть, не столь полная, как колонизация, например, Северной Америки, но все же, находится на расстоянии нескольких кликов мышкой. Это вопрос я не знаю, вопрос я не хочу знать. Это первая стратегия. У этой стратегии есть два измерения. Первое – не бывает вообще исторической вины. И второе – а у нас никакой исторической вины нет. А вторая стратегия, она может быть хитрее. И заключается она в том, конечно, было, были жестокости. Да, мы сегодня тут живем, мы стоим на плечах этих людей. Но мы маленькие люди, и сделать по этому поводу ничего не можем. Это иногда доходит до уровня высказываний, типа, ну, вот где-то там на Западе, в Европе, там, может быть, и водятся потомки древних греков, которые видят себя участниками политического процесса, у них есть какая-то эффективность в этом процессе, они могут что-то сделать. У нас же, я цитирую, это редкий вид. У нас таких людей очень мало, они исчезают. Мы вот такие вот практически несубъектные люди. Меня поразил этот подход к самим себе. Я вспомнил тут книжку Александра Эткина под названием «Внутренняя колонизация». Не то, чтобы эта концепция мне казалась слишком разумной, но есть и такое очень странное самовосприятие себя как маленького незначительного человека, который ничего не может, и поэтому он не виноват, и ничего никому не должен. Я до сих пор думал, как на это ответить, потому что людей, которые десубъективируют себя и тех, кто вокруг них, я до сих пор встречал немного. Но встречался с этой точкой зрения неоднократно среди людей из России, с которыми я беседую. Например, в одной из таких бесед человек мне сказал «Очень странным образом украинцы после 2014 года стали видеть нас в чем-то виноватыми». Он даже усмехнулся, что казалось совершенно нелогичным видеть его, других граждан России в чем-то виноватым, когда это, конечно, злая власть. Кстати, вот можно сказать, что российское общество является достаточно инфантильным, и именно поэтому не хочет признавать за собой никакой вины и ответственности? Если честно, я тоже склоняюсь к этой точке зрения. Это, конечно, очень высокий диагноз, но я очень часто вижу именно эту точку зрения и не только среди обычных людей, с которыми я обычный человек общаюсь, но и среди, скажем, людей, которые выступают в масс-медиа, среди российской интеллигенции, когда человек дает интервью, двухчасовое, длинное интервью. И все это интервью заключается в том, что мы можем только смотреть на нашу историю, но не можем ничего сделать по этому поводу. Разве что уйти, например, в работу или в искусство – это позиция, которую замечательно описал великий Гюнтер Графс в своем романе «Жестяной барабан». Роман начинается с того, что родившийся до свет мальчик, который родился удивительно разумным, он сразу все понимал, понимал человеческую речь, знал, что где происходит, он почувствовал недостатки окружающего мира и решил навсегда остаться ребенком. Оскар Мацарат, который исполняет 4 года, он специально падает в погреб, чтобы каким-то образом родители могли объяснить, почему он перестал развиваться, решает перестать развиваться. Вот этот Оскар, он проходит становление нацизмом в родном Данцике и Гданьске, Вторую мировую войну, некоторое время после войны, фактически четырехлетним ребенком-карликом. При этом делают это намеренно. Он специально остается ребенком, чтобы как-то сохранить и себя, и свой маленький мирок. Он бьет в барабан. Вот это, на мой взгляд, замечательно, очень резко и острая, как все у Грасса, аллегория тех людей, которые прекрасно понимают, что происходит вокруг. Не видит себя как бы людьми глупыми, не знающими и прочим, совсем наоборот, но при этом видит себя своего рода детьми, которые могут, скажем, бить барабан, но никоим образом не могут влиять на то, что происходит в обществе. Это еще более странно, потому что я, мне достаточно лет, и я помню другую Россию. Я помню Россию конца 80-х годов. Я помню Россию, в которой в российских городах поддерживали национальные фронты других народов России, колоний, поддерживали Прибалтику. У меня лично был подростками. Продавал газету Атмада, Латвийского народного фронта, ее расхватывали, как горячие пирожки, хотя стоила она рубль, это было очень много. Зарплата медсестры была 80 рублей в месяц. Я помню Россию, в которой люди выходили на митинги, причем на колоссальные митинги, 300 тысяч человек в Москве, митинг годовщины учительного собрания и по поводу одного из съездов. Я помню совершенно другие вещи. А и сегодня, когда я читаю о том, что мы можем разве что наблюдать, а с нас взятки гладки, это выглядит очень странно. Я, например, тоже, да, я тоже помню это время. И для меня вот на самом деле вот то, что произошло потом, является такой вот личной трагедией, потому что я прекрасно помню, вот какой был настрой в обществе, да, то есть был такой идеализм. Люди действительно думали, что, ну вот, как бы тяжелые времена проходят, да, и как поопели в той песне. За большим сердцем, да. За ними другие, за ними другие наставлены. Да-да, ну были же такие люди, вот когда смотрю, например, при всем уважении, например, Дмитрию Быкову, который сегодня своего рода властитель дум, я понимаю, что очень тонкий, интеллигентный человек, поэт и писатель, но когда речь идет о его гражданской, не гражданской позиции, а гражданском участии, сравнивая его с героями конца 80-х, с Афанасьевым, например, с Немцовым, со многими другими, с, я уж не говорю про Андрея Дмитриевича Сахара, но было много и других, да, трудно не заметить разительные отличия. И для меня, честно говоря, загадка, почему так получилось. А вот еще вот как раз прозвучала вот эта книга, упоминание Эдкинда и внутренней колонизации, и вот я заметила, что для многих русских людей эта книга стала таким спасительным, да, спасательным кругом, потому что многие вот так вот ухватились и сказали, вот а что нам за колонизацию как бы каются, мы сами колонизированные. И вот он, мне кажется, очень так ухватил вот эту вот особенность, когда русский человек начинает прибедняться, говорить, мы самый несчастный народ, мы из всех вот, ну, начинаешь говорить что-то, да, вот про колонизацию, про завоевание, про то, что там лишали культуры, языка, и они тут же начинают говорить, ну, русский-то народ, это самый несчастный, самый, как бы, вот народ, который подвергался самым сильным притеснениям. И просто у меня, как бы, ну, я много раз с таким сталкивалась отношением, когда начинаешь, например, говорить о расизме, да, или там о том, что, когда начинаешь говорить о расизме, начинаешь говорить, а вот русских выгоняли из Средней Азии, почему вы тогда молчали? Но я вот при этом, я читала свидетельства русских людей, которые жили в Средней Азии, да, и в Таджикистане, в Таджикистане, в Узбекистане, и они пишут о том, что не было такого. В Таджикистане там была гражданская война, и, естественно, те русские, которые уезжали, они от войны уезжали, потому что там, вот, сами таджики воевали друг с другом, и при этом они часто русских не трогали, и, как бы, их спасали, и говорили, типа, вот, ну, это не ваша война, да, то есть они их, как бы, выводили оттуда, вот такие были случаи. Таджикская гражданская война тоже произошла не на пустом месте, точно так же, как не на пустом месте произошел, например, конфликт мусульман и индуистов в Индии. Таджикская война произошла в новой стране с древнейшей историей, которая стала на пороге изувеченного Советским Союзом, Афганистаном, которым бурным светом расцвел исламский экстремизм, и расцвел он не без участия Советского Союза, он расцвел как сила, которая пыталась противостоять жесточайшей попытке колонизации Афганистана. Более миллиона афганцев погибли, несколько миллионов вынуждены были покинуть страну в небольшой стране. Ковровые бомбардировки, массовые изнасилования, как бы, жуткие вещи совершенно. Массовые убийства, пещеры наполненные трупами. Таджикистан находился на пороге всего этого. Часть сил, которые участвовали в гражданской войне, это отголоски той войны. Партийный эстеблишмент Таджикистана, который был привнесен оттуда колонизаторами, тоже не на пустом месте возник. То есть, как бы, очень часто бывшая группа колонизаторов трепетно относится к ущемлению себя. Не только характеристика России, это было и в других местах. При этом она чувствует, может быть, десятую, сотую долю того, что чувствовали колонизируемой. Например, сегодня в Украине русские возмущены тем, почему русские в России. Русские в Украине уже возмущаются другими вещами. Возмущены тем, что, скажем, кто-то вот убрал памятник Пушкину или где-то вывесили вывеску на украинском языке. Я лично был свидетелем, как в Украине конца 80-х годов были люди, которым, если им задавали вопрос, которые часто на украинском языке, они уходили с гордо поднятой головой. Считаю, что это проявление национализма. Бытовало выражение в некоторых местах «говорить это человеческом языке», когда обращались на украинском, «в столицу Украины Киеве». Я прочел это свидетельствование далее, как сегодня. Более того, у нас есть история, исторические факты. Это Ермак осваивал Сибирь. Это не наоборот. Как бы это ни буряты, ни чукчи, ни народ, которых называли инисейскими кыргызами, как целая группа народов называли кыргызами. Это не они сожгли Москву. Наоборот, Москва пришла туда. И с этим фактом ничего не поделаешь. Это не объявление «Квартиры сдаем только не русским», публикуют в газетах, а совсем наоборот. Я был поражен лет 10 назад, когда до меня дошли слухи о том, что в России легитимно опубликовать объявление, «Квартира сдаётся только для славян». Мне до сих пор трудно понять легальность этой ситуации, но легальность в России – это, конечно, дело растяжимое. Ну, как бы куда уж дальше. Я представляю себе человека, который приехал, скажем, после университета работать в другой город, и он не может снять квартиру, потому что у него другой разрез глаз. Вот где-то там были Соединённые Штаты Америки во время сегрегации, а именно юг США. Сегодня невозможно себе это представить без того, чтобы человек, который… Во-первых, платформа, которая это опубликует, мне трудно себе представить. Во-вторых, мне легко себе представить судебный процесс и все последующие результаты. Человек, который в публичном пространстве пытается подвергать других разовой дискриминации, это откровенно лезет ни в какие рамки. И тем не менее, в России это норма. Когда я пытался… Норма такие вещи, как прекратите кормить Кавказ, например. Я очень уважаю Навального, и я стараюсь не бросать камни в тех, кто борется с диктатурой. Но идея «прекратите кормить Кавказ» в применении к Чечне, в первую очередь, после того, как Россия дважды уничтожила Грозный, представляется совершенно фантастической. Как бы тут это совершенно удивительно. Да, не то чтобы Советский Союз не был российской страной, оно, быть может, из-за тоталитарного режима, где любой писк, как ограничивался, таких ярких, публичных проявлений, мне трудно припомнить. Мне трудно представить себе советскую газету, где написано «Черным по белому», а вот в эту школу мы принимаем только лиц славянской национальности. Мне легко припомнить ситуацию, когда ситуация была таковой де-факто, одну вот такую открытую, явную расизм, и после этого заявления о том, что «а мы страдали больше всех», как-то это не уживается. Ну да, это вопрос о вине и ответственности, опять же. Ну хорошо, вот мы разобрались, что вот с признанием вины в российском обществе проблемы. Вот, то есть эти проблемы мы сейчас описали вкратце. Есть ли, вот какие есть пути? То есть как может это общество повзрослеть, чтобы наконец осознать ответственность и за то, что сейчас происходит в Украине в том числе, и за то, что происходило в прошлом, что происходит сейчас в России? Ну и исторически, я думаю, есть два как бы таких магистральных пути. Один, который я бы лично предпочел для всех, и для России, конечно, в том числе и для своих друзей, для тех, с кем я сидел когда-то за одной партой их детей, это, будь может, более медленный, но очень верный путь понимания и рефлексии. Это тот путь, который сейчас вот в наши дни проходит в Соединенные Штаты Америки. Это началось, понятно, не вчера. Началось с борьбой за гражданские права, Мартин Лютер Кинг и прочее. Но сегодня этот процесс до сих пор идет и идет активно. Он идет не просто, он идет с большими усилиями. Процесс саморефлексии общества, когда общество, наконец, начинает смотреть на свою историю, не только глазами тех, кто ее писал, но и глазами тех, кто остался за бортом. США – это, в первую очередь, черные американцы, потомки рабов и потомки эмигрантов, которые с вами были потомками рабов, скажем, из Карибского бассейна. Смотреть на эту историю глазами латиноамериканцев, смотреть на эту историю глазами американцев азиатского происхождения, в первую очередь, на западном берегу США, глазами индейцев. Такая историческая полифония. Это, пожалуй, первый шаг в этом направлении. А второй шаг – это попытаться увидеть те ниточки, которые ведут из прошлого в настоящее. И тот взгляд, который направляем из настоящего в прошлое, и куда мы его направляем. У Сарамага в одной из его книг был учитель истории, который предложил переписать учебник истории в этом ключе. Чтобы каждый раз, когда мы смотрим назад, мы видели эту нить, которая проходит от прошлого к настоящему. И тогда это будет нам релевантно. Когда в США, например, говорят о проекте 1619, это первое судно с невольниками, которое причалено к североамериканскому континенту в 1619 году, мы пытаемся проследить, к чему это привело в настоящем. И тогда такие явления, например, как бедность нынешнего черного населения в США, становится абсолютно понятной. Рабы были освобождены без всякой собственности, несмотря на то, что они создавали материальные блага своим трудом в течение многих лет. После этого они подвергались дискриминации, в смысле приема на работу, покупки жилья, образования и прочего. Когда ты видишь эту нить, ты понимаешь, а, что происходит сегодня и почему. И бэ, ты задумываешься об ответственности, что я, нынешний взрослый, сегодняшний человек, должен с этим сделать. Это путь непростой, это идет трудно, туго, тяжело. Но тем не менее, на мой взгляд, это путь верный, это как вот строить здание основательно. Второй путь, который прошла, например, Германия, и который прошли хотя бы отчасти другие, некоторые бывшие колониальные державы, это путь военного поражения. В Германии это произошло посредством одного серьезного удара военного поражения Германии, полной ее капитуляции и введенной союзниками динцификации. По крайней мере, в западных областях, в ГДР все пошло немного. Немного по другому пути. И поэтому, кстати, сейчас ГДР – это центр немецкого неонацизма. Как это не парадоксально, такой город, как Дрезден, например. Северные города, Росток. Процесс динцификации тоже был нелегким, он был достаточно жестоким. Например, летом 1945 года в целом ряде городов и сел немецких, городков в зоне американской оккупации появились огромные плакаты с заголовком «Ты в этом виноват», фотографиями с концлагерей и кратким текстом, который говорил о том, «Ты, читающий это, в этом виноват, потому что ты присутствовал, ты смотрел, ты знал или мог узнать, и ничего не сделал». Это достаточно жестокое осознание, и тем не менее сегодня мы им делаем дело с Бучей, с Ирпенем, мы им делаем практически с каждым населенным пунктом на оккупированной России территории, где происходят совершенно жуткие вещи. Я с первых дней войны работаю группой израильских психологов, которые бесплатно, которые говорят по-русски, по-украински, пытаются помочь украинцам, бесплатно с психологической помощью. Я некоторых из них знаю, совершенно жуткие вещи-то творятся. Я даже не хотел повторять это в эфире, это массовое явление. И вопрос заключается в следующем. Невцы, безусловно, не были в восторге от осознания своей вины. Тоже Гюнтерграсс писал о том, что когда он увидел это впервые, он подумал, что это, безусловно, пропаганда. Он всю войну провел или подростком в разнообразных военных лагерях, или танкистом в дивизии Вафин-СС, где дивизия была разгромлена практически сразу после того, как он в него попал. И тем не менее, в течение первых двух, трех, четырех, пяти лет эта программа сработала. Были изменены школьные программы, причем кардинально. Сегодня, как с горечью пишет российская Википедия, немецких детей не учат патриотизму. Такие они несчастные оказались. Зато каждый немец совершенно четко знает, что произошло. Те 12 лет нацистского режима. Что произошло с евреями, что произошло с Рома, который в России до сих пор называют цыганем, несмотря на то, что им это не нравится. Хотя, казалось бы, если не нравится, можно называть другим названием, язык ни у кого не сломается. А что произошло с поляками, что произошло на других оккупированных территориях, что было сделано с русскими городами и селами и прочее, и прочее. И вот это знание и четкое его осознание – это теперь часть немецкого дискурса навсегда. Это гораздо более тяжелый путь. Я никому не желаю такого поражения, как Германия в той войне, но это второй путь, который происходит. Это бывает. И я предпочел первый. Но, судя по всему, с войной в Украине Россия уверенными шагами идет ко второму. Причем речь идет не только о том, что происходит сегодня. Как любая другая колониальная держава, Россия – типичная колониальная держава, как минимум, начиная с, собственно, Российского царства, Иван Грозный и далее, есть богатый исторический пласт, который, безусловно, нуждается в том, чтобы его исследовали и увидели те ниточки, которые ведут, например, от сегодняшнего восприятия народа в Сибири, как тех, кому мы принесли света, они еще пытались его не взять, к тому, как намеренно уничтожались эти народы, как была захвачена их земля, как уничтожался их язык, как был подменен алфавит. Я даже в прошлой беседе приводил пример. Урятский философ Бидио Дондарон, который погиб в советском лагере. Я практически уверен, что если мы возьмем на вскидку сотню современных образованных россиян, даже в гуманитарной области, мало кто слышал о нем, не то, что читал его книги. Мало кто скажет, что у этих народов был алфавит, история, культура, философия. А потом это было все стерто, иногда вместе с носителями, примерно как на полуострове Юкатан, например, с народом майя, который потерял свою письменность, поскольку люди, которые умели писать, были физически уничтожены. Сегодня язык сохранился, пишут на нем латинскими буквами. А зачастую с помощью колониальной политики, которая продолжалась активно в советские времена. Мы все прекрасно знаем, что русский язык считался не просто стандартом, а был совершенно обязательным. Деваться без него было некуда, несмотря на декларируемую дружбу народов, 15 республик и прочее в этом роде. Мы прекрасно знаем, что, скажем, якут, который живет в Новосибирске, был понятным образом обязан на русский язык. Русский, который жил в Якутске, чаще всего якутского языка не знал. И многие считали странным, что и должны его изучать. Я как-то попал в конце 90-х уже в тогда уже независимую Молдову. Я был удивлен, когда из живших там людей сказал мне, что в этой стране нас обманули, потому что вот независимость, а теперь мы должны говорить на молдавском языке. Я был удивлен, сказал, дорогой друг, вы живете в Молдавии, собственно говоря, вот я тогда жил в Израиле, естественно, я выучил иврит. А как бы трудно надеяться на продвижение в обществе, не знаю, языка, на котором говорит, пишет и читает большинство. Государство языка. А он говорит, нет, ну вот когда была независимость, мы думали, что будет полное двуязычие, а тут оказалось какой-то молдавский язык. На тот момент он жил 8 лет в независимой Молдове. За эти 8 лет он не просто не выучил молдавский язык, он считал, что само требование учить его каким-то образом его ущемляет. В смысле прав человека. Это меня поразило. То есть, а переехав в Москву, этот человек не задумался бы о том, нужно ли учить русский язык. А вот в Молдове он как-то считал, что вполне с чего вообще. Это было бы удивительно. Ну, вообще, вот если взять историю, да, российскую, то особенно если взять, начиная там после революции, когда, например, все переписывалось по нескольку раз, вообще проблема с тем, чтобы добраться до правды. Существует проблема с этим, потому что столько пластов, если взять, например, ту же колонизацию, то вот сейчас, да, вот то, что сейчас приняли за каноническую историю, это как раз-таки канонический, это подход сталинизма. Потому что после войны пошел такой резкий поворот на добровольное вхождение народа в состав России. До этого, в общем-то, до этого ученые еще в 30-е годы писали о том, что вот царские сатрапы, значит, они завоевывали народы, там народы действительно подвергались тройному гнету. Вдруг резко после войны прошел поворот на 180 градусов и всех начали нагинать ученых вот в разных республиках, в том числе в Бурятии и заставлять переписывать историю, искать факты значит мирного сосуществования и что якобы все народы входили в состав России добровольно. Вот. И дело в том, что когда началась перестройка, то естественно, ну как бы вот была попытка начать десталинизацию, которая была резко завернута, сейчас ставят ему памятники опять. Да, я... То есть это ужас просто, что происходит. И то же самое произошло с историей. То есть был такой короткий период, когда можно было значит какие-то другие книги читать и находить в библиотеках. И потом буквально путинский режим, что он делает, он как бы возвращает нас в сталинизм. Вот. И прежде всего, я думаю, да, действительно, то есть нужно вот не осознав прошлое, да, и не осознав того, что происходило тогда, не получив истинной картины тех событий, невозможно как-то отрефлексировать то, что происходит сейчас. и даже если мы, например, в будущем будем пытаться это осознать, мы не сможем этого сделать, пока мы не вернемся на несколько веков назад и вот не будем вот так вот счищать эти идеологические наносы. Это, во-первых, я так считаю, а во-вторых, вот, кстати, вот мысль, да, но немножко не связана, мне кажется, с тем, что я до этого говорила, но вот в Америке естественно сейчас происходит вот это осознание того, что это было, рабство, какое-то было зло, и как до сих пор афроамериканское сообщество страдает от последствий рабства. То есть все эти социальные проблемы, да, они вот как бы, ну, укоренены там. Но я думаю, что у нас в России в принципе можно сказать, что очень похожая ситуация, потому что было рабство, оно существовало еще раньше, как бы, было установлено, чем рабство здесь в Америке, да, на протяжении нескольких веков, вот, и примерно в одно и то же время произошла эмансипация крестьян. И что тут, что там люди были лишены субъектности, что тут, что там людям отказывали вот в достоинстве. А ведь это очень важный, это очень важная ценность. То есть если у тебя нету чувства собственного достоинства, ты не уважаешь ни себя, ты не можешь уважать других людей. И мне кажется, российское общество вот этого также оно как бы американцы сейчас пытаются это все осознать, они пытаются как бы undo the harm. Вот. А российское общество с одной стороны, да, действительно, я даже согласна в принципе и с Эткиндом в этом, что русский народ, ведь он тоже глубоко травмирован этой травмой, и она до сих пор не прожита и не проанализирована, и люди как бы возможно все эти паттерны поведения, вот вся эта ну как бы агрессия, которая направлена и внутрь себя, и как бы от себя, да, то есть внешняя и внутренняя агрессия сама вот это вот и самоедство и как бы уничтожение всех и вся вокруг, возможно, это все оттуда идет. Да, мне тоже так кажется, как бы мы есть люди, которые считают, что у человека нет корней, но тем не менее вот есть такая знаменитая картина, по-моему, художника Доржиева, Почтальон называется, где едет на муле на машатке Почтальон, замечательная картина, вот едет Почтальон и ведет кучу самых разнообразных пакетов, тюков, свитков, пакетиков и прочего. Вот за нами, за каждым из нас есть тоже такая куча разных тюков, которые к нам пришли из прошлого через родители, через книги, через общение с другими. Эти ниточки уходят назад. Нет рефлексированного прошла вредит нам сегодня и будет вредить в будущем. А отрефлексированное и понятое прошлое, в том числе и в смысле вины, сегодня позволит нам быть более ответственными людьми и по отношению к себе и по отношению к другим. Кстати, ситуация, когда вот того, что Эдки написал внутри колонизация, она на самом деле вовсе не уникальная для России. Все эти рассуждения о том, что Россия была сабалтерн эмпайр, что она была как бы вот колониальная эмпайр империя второго сорта и прочее, представляют они абсолютно несостоятельными. Испания, как колониальная империя, тоже имела серьезный комплекс неполноценности, например, по крайней мере, в последние 200 лет своего существования. Британская колониальная империя имела серьезный комплекс неполноценности в первые 200 лет, когда она пыталась как-то вот догнать хотя бы чуть-чуть испанцев. Немецкая колониальная империя, которая не так долго прожила, но в условии испытывала тяжелейший комплекс неполноценности по отношению ко всем остальным и привела к Первой мировой войне. Россия была достаточно классической колониальной империей. Не единственная колониальная империя, которая держит бесправие своего собственного населения. Та же Испания прекрасный пример. Турция, Османская империя, одна из величаж колониальных империй, другой пример. Население Турции было менее бесправным, чем в России, но все же. То есть, как бы тут нету такого качественного различия. Испанский крестьянин чувствовал себя никак не лучше, чем российский крестьянин в 1870 году. То есть, это достаточно сходные исторические явления. Тут нет никакой уникальности страдания, которого нет ни у кого другого. Я понимаю, что разбиваю сейчас драгоценный сосуд, но масса стран в мире страдала, и многие сегодня страдают, и даже очень тяжело. Конечно, масштабы сталинизма и голодомора, пожалуй, трудно переплюнуть, но подобные явления, скажем, голод, были и в других местах. И даже и не так давно. Можно вспомнить, например, голод в Бенгалии в середине Второй мировой войны. Да, он не был организован на мере, но британское правительство, как часто делают колониальные правительства, посчитало, что из кожи вон лезть не надо. Как гласит легенда, Черчилль выразится что-то типа «нарожают еще, а у нас вот война идет». Кстати, голод – это один из самых распространенных спутников колониализма. Ирландия, голод в Ирландии, в то время, как Британия владела Ирландией. Еще один пример. То есть, в этом случае Россия не уникальна в этом смысле. И поэтому я знаю, что книгу Эдхина многие используют как такой щит, а вот вы тоже страдали, вы самые несчастные, и поэтому меня не в чем обвинить. Когда этот же человек, я услышал недавно из очень достоверного источника, которого доверяю, совершенно дикую историю, которая, пожалуй, является тут ярким примером, в Новосибирск, мой родной, в одной из государственных организаций, пришла разнарядка отправить кого-нибудь на фронт. Я не знаю, используется ли в современном русском языке слово разнарядка, но когда-то была такая идея, сверху сказали, вы должны сделать то-то. Вот пришла разнарядка, в этой организации работал один неславянин, он был бурят по происхождению, он давно жил в Новосибирске, если не всю жизнь, работал много лет в этой организации. И вот сотрудники посовещались и решили именно его послать на фронт. Причем при этом, и мы еще и заявили в глаза, вы все равно кровавые дикари, тебе понравится. То есть подумайте про абсурдность этой ситуации. То есть эти люди видят себя подневольными существами, которые спустили разнарядку кого-то отправить на убой, но тем не менее общим решением они отправляют на убой именно этого человека, но его при этом, а не себя, считают кровожадным дикарем. Ситуация представляется абсолютно абсурдной, тем не менее абсурдной она всем не кажется. Он, слава Богу, сумел с семьей бежать из России, прежде чем стать убийцей и трупом. И вот один этот пример нам демонстрирует ограниченность во зрении, которые были высказаны в контексте внутреннего колониализма. Конечно, все люди в этой организации как существа страдающие как бы имеют право на страдания, но сравнить их с этим одним человеком, их коллегой, который работал с ними много лет, а которого они не то чтобы долго об этом рассуждали, решение было принято в тени дня, по-моему, именно его они решили отправить на фронт и при этом аргументируя тем, что не они, а он кровавый дикарь. Да, это было бы очень смешно, если бы это не было так грустно. И вот это то самое отличие, которое есть у того, что в России называют с этим восхитительным вооружением титульная нация. Государство, образующий народ теперь. Да, да, да. Вот это в государстве, где все равны. Есть те, кто равны, а есть, но гораздо ровнее они образуют государство. Это как вот в Советском гимнале сплотила навеки Великая Русь, чтобы никто не забывал, кто главный. Да, да. И вот этот один пример прекрасным образом демонстрирует ограниченность этого воззрения. Ну, кстати, у нас, да, во время репрессий сталинских, да, вот я знаю, что буряты непропорционально пострадали. Даже вот по рассказу моей мамы, она говорила, что рядом были украинские села, там были переселенцы, да, и их не трогали. А вот в ее маленьком селе практически из каждого дома забрали. Например, моего прадедушку на ее глазах, ее деда забрали. И это было, в принципе, вот, во-первых, это шло, естественно, сверху, потому что был такой, ну, как бы, видимо, циркуляр, именно бурят, репрессировать, убивать, как бы, больше, вот. Ну, и во-вторых, естественно, вот те, кто на местах, да, вот в этих тройках, там, уполномоченные и так далее, они прежде всего действительно шли и арестовывали именно бурят. И то же самое было, например, во время гражданской войны, когда там те же партизаны приходили. То есть, если мы начнем говорить об истории, да, то там столько, вот, еще один момент, вот у нас до сих пор улицы, да, носят имена красных палачей, кровавых. Вот, например, у нас есть улица Каландарешвили, Вулан-Удэ, а этот самый Каландарешвили, он был анархист. Потом он стал большевиком, и он кровавым смерчем этим прошел, вот его отряд по всей этнической бурятии, от Аги до, значит, Тунки. Там, в принципе, есть такие сведения, что буряты с гор там стреляли по ним, но, к сожалению, они его там не убили за то, что он творил в бурятских улусах. И, в конце концов, когда он добрался до Якутии, там, вот, в принципе, его пуля-то и настигла якутская. Вот, за что, как бы, братьям-якутам большой поклон, за то, что они, так сказать, отомстили за нас, за наших, вот, пострадавших от этого террора. И, а у нас до сих пор улица в центре Улан-Удэ, есть улица Нестора Каландарашвили, и там находится, значит, центр печати, то есть, вот, пресс-центр такой, там все, ну, много редакций и так далее. Кстати, вот это вот, никто об этом не пишет, да? Ну, то есть, я, у меня есть такой момент, то есть, есть вот такое желание написать вообще об этом. Возможно, скоро, да, напишу. Кстати, еще один, тут два момента. Название улиц, это вообще замечательная тема. Как бы, вся Россия покрыта именами жутких людей. Виктор делает жуткие совершенно вещи. В городе Новосибирске не было, кстати, ни одного памятника Пушкину. А вообще, как бы, великая русская культура, о которой сегодня все столько говорят, причем, как бы, с таким надрывом, была представлена в полутора миллиона в Новосибирске одним лишь памятником Глинки, который то заносили в консерваторию, то выносили. А тем не менее, там был памятник Щетинкину, там был памятник, немного памятник Ленину, партизанам, гражданской войны, кому угодно. Название улиц это каталог палачей 20 века. И тогда, и сегодня. И тем не менее. Причем, даже во время возвращения исторических названий, как-то вот старые улицы остались, Дзержинские, кто угодно. И при этом, один из главных таких аргументов, написанных на знамени вторжения в Украину, а в честь кого они переименовали наши улицы. И в этом тоже выражается привилегия колонизатора. То есть, тот критический взгляд, который колонизатор обращает вокруг, он очень редко обращает на себя. Хотя, казалось бы, куда легче переименовать улицу в Новосибирске или в Ростове, чем вдруг начать рассказывать людям Ивано-Франковске, как они должны называть свои улицы или в Харькове, как они должны хранить памятник Пушкину. И тем не менее, более того, колонизатор зачастую очень близко к сердцу принимает, как я уже заметил, любое ущемление себя и того, что считает своим. Но при этом такая простая мысль, которую сейчас пытаюсь высказать, редко когда приходит кому в голову. Как бы для человека, который провел последний год в том или ином бомбоубежище, в котором погибли близкие, скажем, в Харькове, откуда происходит бабушка, этот город подвергался жесточайшим бомбежкам с самого начала войны, в части один из районов Салдовка, практически там масса разрушенных зданий, куча погибших людей. Я лично в марте прошлого года поехал помочь украинским беженцам в Польше и первые люди, которым удалось побочь, были люди из Харькова. Они были в состоянии жуткого шока. Они неделю просидели в каком-то мокром подвале, добежать до вокзала, ехать в Польшу. Это женщина с двумя маленькими детьми и две ее студентки племянницы. Это было как бы все синическое усилие переводить этих людей туда и обратно было ничто по сравнению с той сотой долей психической травмы, которую можно получить, общаясь с ними. И вот сейчас этот человек выходит и видит памятник Пушкину. Речь-то идет не о культуре, речь идет не о стихах Пушкина, речь идет о эмоциональной реакции, точно так же, как у немецких евреев на Вагнера, например. Вагнер это прекрасная небесная музыка, я обожаю Вагнера. Но тем не менее мне легко представить, как для человека, которого может быть и понимает, что Вагнер великий композитор, но как только он слышит звуки этой музыки, к нему приходят совершенно другие вещи. Вот эта эмоциональная человеческая сторона почему-то как-то остается вне дискуссии о великой русской культуре, которую все должны уважать и обожать. А ведь это не вчера произошло. Ведь, скажем, в Татарстане алфавит, которого только введался три раза, причем, насколько я знаю, ни разу не по инициативе собственно жителей Татарстана. Вот пришли как бы товарищи из Москвы и решили, что арабский алфавит нужно ликвидировать, теперь будет кириллица. По латинице, а потом кириллица. Теперь, по-моему, опять вернулись к латинице. Но Татар, собственно, никто сильно и не спрашивал. А ведь только в результате этого изменения отношение даже к величайшим явлениям русской культуры будет всегда окрашено тем, что нас заставили. А вот это житель Москвы прекрасно поймет, когда речь идет о немцах, например. но не поймет, когда он находится в этой позиции. И вот этот момент, мне кажется, очень важный. То есть колонизатор редко смотрит критически на себя. Смотреть критически на себя нужно серьезное усилие. И это усилие необходимо сделать или добровольно, или в результате тяжелого поражения. Ну вот, кстати, вот если мы будем, если мы поговорим о постколониальных исследованиях, то есть у нас же это практически неизвестная тема, она только в последние годы начала проникать в Россию. Я, например, на стажировке была в Институте этнографии, этнологии и антропологии в начале 2000-х годов. Там вообще никто не говорил об этом. Потом я попала на стажировку Варшавский университет и именно там я для себя открыла постколониальные исследования и там просто коллеги такой проект придумали, то есть приглашали ученых из сибирских регионов, вот из российских каких-то других регионов и обсуждали вот этот проект, то есть проводили какие-то конференции потом, доклады писались. И вот одна мне профессор, которая работала там в Варшавском университете и создавала этот проект, она мне потом говорила, что вы знаете, приезжала такая исследовательница то ли из Москвы, то ли из Краснодара, откуда-то, в общем-то, из центральной России. И она так в принципе участвовала в этом проекте, потом она приехала обратно к себе и где-то написала, что поляки приглашают ученых каких-то из Якутии, из Бурятии и учат их плохому, что как их там русские угнетают. То есть вот так. А это, кстати, достаточно типично, сами они, бедненькие, об этом не знали. Ну да. Без поляков как бы никто бы не знал про репрессированный дедушку, например, никто бы не знал про язык, который перестали изучать на определенном этапе. То есть пришли плохие поляки и рассказали. Нет, но вот постколониальные исследования, да, при том, что в принципе ведь Советский Союз помогал многим таким деятелям. И там получилась та же ситуация, что, например, с ДНР, ЛНР и запретом на сепаратизм внутри России. То есть вот как бы арабским, да, Патрису Лу-Лу-Мумби и другим как бы Патрису Лу-Мумби и другим деятелям значит этого колонизированного мира можно было бороться против колониализма. значит даже Академия, да, в Советском Союзе, даже как бы в среде интеллигенции нельзя было об этом говорить и не то, что говорить, в принципе, эти идеи даже не доходили до нас. Мы даже не знали об этом, например, не знали ни про Саида, да, ни про других, там, ни фанона, да, то есть это же все было до нас только сейчас доходит. Да, это сейчас оно доходит, как мне представляется, как бы рецепция в данном случае в первую очередь ограничена округами представителей колонизированных народов. А хотелось бы, чтобы как это происходит сегодня к большому радости и в других странах, представителей титульной нации поражать сам термин. Да, вот есть титульная, а есть другие кусочки оглавления. Вопрос в том, чтобы как бы основная часть населения, да, чтобы как бы широкие слои интеллигенции тоже были к этому восприимчивы. В этом как бы фокус этих исследований. Иначе получится опять как с... Вот мы помогаем как бы в Африке бороться с колониальным гнетом и так хорошо помогли Анголе, что там началась гражданская война на 40 лет. А у себя все совершенно наоборот. Мы помогаем Танзании, которая пытается восстановить язык слои хили, как широко употребляющийся. А у самих как бы есть масса людей, которые не могут писать на родном языке, потому что просто это нигде не изучают. Более того, те, кто пытается это изучать, подвергаются тем или иным исключением. Если тогда эта ситуация активно насаждалась государством, то сегодня я вижу не только со стороны государства, но и со стороны массы людей откровенное неприятие. Как Россия никогда не была со стороной колонизатором, потому что, например, выдвигается такой удивительный аргумент, потому что у нас есть территориальная продолжительность. Если бы было море в середине, тогда другое дело. А у уральских ребят это совершенно другой вопрос. Аргумент совершенно удивительный. Таким образом, и Турция, и колониальная империя, у них все вокруг. Или аргумент типа «А мы сами гораздо несчастнее». Внутренний колониализм. Это же человек выходит на улицу, открывает газету, там открывает интернет-сайт, там написано только для славян, а он считает, что это совсем другое. Что тут совершенно иное. А это есть та самая белая привилегия, о которой сегодня говорят в США. И это реальность. Это реальность того, что тебя не будет донимать миграционная полиция, это реальность того, что тебя не выпихнут из очереди в магазине, это реальность того, что их детей легче возьмут в школу, это реальность того, что тебе легче найти работу, это реальность того, что тебе сдут квартиру. Это реальные материальные вещи. Можно потрогать и измерить. Это не рассуждение о культурологах. Ну, вообще, в принципе, да, это все темы ни одного разговора. То есть мы, мне кажется, сделали такой задел на следующие встречи. Я думаю, что сейчас мы остановимся на этом интересном месте. И обязательно встретимся. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Надеюсь, я был немного полезен.